Всем привет из Франции! Мои самые наилучшие пожелания! Рада вас видеть на канале Лилия Франц. Итак, если вы сегодня решили провести этот день со мной, то я буду очень рада. И если у вас есть какие-то более важные, более интересные, более нужные дела, то желаю вам удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Вот только что вернули вещь, которую мы купили. Это такие лампочки для ванной комнаты. Ну, в общем, мы, когда их брали, не обратили внимания. Я к чему веду? Это то, что как бы наша вина была, что мы возвращаем, качество хорошее, все исправно работает. Он, Милена, всем ку-ку говорит. Но мы просчитались и неправильный диаметр взяли. И вы знаете, абсолютно без всяких проблем, никто даже вопросов не задал, почему вы возвращаете. Просто пришли, отдали, они нам вернули 30 евро и все. И сейчас мы в этом магазине нету, мы, в общем, заказали. И сейчас поедем посмотрим, если есть в другом магазине, то возьмем там. А здесь отменим заказ. Если нет, то в течение недели прибудут именно тот диаметр вот этих вот лампочек, которых нам нужен. Я к чему это веду? Что у меня был опыт очень сложного обмена, даже не возврата, обмена аналогичной вещи в суммах. И мне пришлось, в принципе, обращаться даже... Магазин, кстати, не маленький. И пришлось обращаться к директору этого магазина, объяснять ситуацию, что там неисправно, что там электрик даже сказал, что была неисправность в продукте, который я купила. И то были проблемы с возвратом. Хотя и чек был, и в тот же день я, кстати, возвращала. А здесь на следующий день абсолютно без всяких проблем. Вот это очень хорошо. Мне вот это во Франции очень нравится, что если тебе даже не подошло, то ты имеешь право это сдать и забрать свои деньги. Хочу показать случайные покупки. Дело в том, что неудачно выходила из машины, зацепилась и порвала свой тонкий носок. Купила вот такие... Вот вы меня часто спрашиваете, как я отношусь к фирме Дим, потому что она достаточно широко представлена в странах СНГ. И вот как раз у меня такая возможность рассказать именно о продукции этой фирмы. Итак, вот это вот 4 пары носков. Это обычные тонкие вот такие вот носочки. Сколько тут? 28 Дим. И стоимость чуть больше 4 евро. В общем, это для французских мерок очень недорого. А качество очень хорошее. Я уже покупала такого плана. И вы знаете, действительно хватает надолго. Как вот здесь вот и написано, что long durée это на долгое время. И они достаточно прочные. И что самое важное, вот они как бы это удлиненные носки. И вот я терпеть не могу. Что-то у меня камера так показывает, непонятно. И вот этот вот манжет, когда он такой вот, знаете, жесткий, пережимает кровообращение, это очень плохо. В фирме Дим никогда вот эти манжеты жесткими не бывают. И взяла на пробу колготки. Не знаю, хорошие, нехорошие. Потому что не покупала именно вот эту марку. 50ден. И вот это вот, как бы здесь вот такой вот специальная вставочка в антропля. Это плоский живот. В общем, попробую. Что это такое? У меня она, приятельница очень хвалила. Да, говорила, что колготки такого плана. Просто-напросто, даже если животик немножечко выпирает, то одев их, они... Ну, в общем, действие такое, как у втягивающего белья. Но, как я сказала, только что с магазина приехала и еще не мерила носки. То сразу одела, потому что с дыркой ходить не будет, не будешь. И сейчас тоже покажу. Кое-что купила из уходовой косметики тоже. Так, ну и вот некоторые покупочки косметики. Вот это вот такой вот гель. Нет, это даже не гель. Ой, как же он называется? В общем, название Сиро, это по-французски. Но это не гель. Воск. Вот, воск. Думаю, как же перевести? И некоторые слова, вы знаете, совершенно забываешь. И выскакивают из головы. И быстро даже не вспомнишь. Это для Артура. Он укладывает волосы при помощи этого средства. И также купила сегодняшний... Сегодня... Ну, как я уже говорила, я не пользуюсь тушью больше четырех месяцев, три месяца. Даже если она еще остается, то я все равно ее выбрасываю и покупаю новую, поскольку говорят, что в них заводятся какие-то вот эти то ли клещи, то ли еще что-то. Ну, в общем, тушью нельзя пользоваться больше четырех месяцев. И сегодня я взяла тоже от фирмы L'Oréal. Вот такую вот тушь. Тоже ультра черная. И здесь написано, что новшество. В общем, немножко по-другому кисточка сделана и дозатор туши есть. Как вы видите, еще не открывала. Не знаю, какая она из себя. Ну, как всегда, попробую и расскажу. Затем взяла гель для душа, крем, вернее, для душа и для ванной с маслом карите и здесь био-миндаль. В общем, масло Аманды Дусы Био. Это миндальное масло биопродукции. В общем, для сухой кожи, без парабенов, без мыла и без колорана. Ну, какой? Колоран. Ну, не подсветка. Ну, вообще. В общем, вообще. Сейчас я такого наговорю, что вы и сами ничего не поймете. Колоран. Ну, подсвет, наверное. Да, бесцветный. Ладно, ну его. В общем, вы меня поняли, что вещь полезная и очень такая биологически чистая. И взяла три различных шампуня. Вот это взяла для супруга и для Артура. Он как бы для нормальных волос. И здесь мультивитамины. И тратати, тратата. Для себя взяла, я уже брала и очень осталась довольна. Это шампунь для удержания цвета. И вот такой вот тоже шампунь тоже брала. Но как-то вот последнее время использовала другие и решила снова вернуться. Потому что шампунь нужно менять. И вот это вот шампунь тоже очень хорошая. Она для длинных волос. И поехал мой флакончик. И с протеинами жемчуга. В общем, волосы после этого шампуня мягкие такие. Вот действительно написано, что как кашемир. Они льются просто-напросто и блестят. Так, а да, еще Миленке купила вот такую вот пасту зубную. Ну, паста неплохая достаточно. Но взяла именно вот этот вот флакончик, как тюбик, только из-за того, что здесь Эльза и Анна Снежная Королева. И у нас сейчас это в Фаворе. И также купила вот такой вот вот такие вот чехольчики. Это две упаковочки для, ну, в общем, с пылесосом. Там, наверное, все вы уже об этом знаете, что много я видела и на YouTube, и знакомые мои пользуются. В общем, при помощи пылесоса вытягивается воздух и получается, как вакуумная упаковка для зимних вещей, для одеял и так далее. Так что буду готовить уже к лету. Буду убирать зимние вещи, поскольку у нас очень тепло. У нас с Нового года, с 31 декабря, начинается вот такое вот тюльпановое царство просто в доме. Как я уже рассказывала, если вы смотрели, то знаете, если не смотрели, то повторюсь, у меня уже такая традиция, что на Новый год мне супруг всегда дарит тюльпаны. И после вот этого на протяжении всей весны, ну, здесь тюльпаны, конечно, невероятно красивые. Голландские тюльпаны очень долго стоят и разных-разных форм, разных цветов. И вот сегодня меня порадовали вот такими вот тремя букетами. Вот здесь вот я два букета сюда поставила, розовые. И вот это вот, смотрите, какая красота, с белоснежными кончиками. И вот это вот от моей красотулечки Миленочки, ярко-красные тюльпанчики. Так, в общем, вышла я белье собрать. И сейчас сразу же отвечу на вопросы, посмотрю на свои цветы. Мне очень многие из вас спрашивают, поскольку весна приближается, буду ли я покупать какие-то растения, деревья, цветы на террасу. Ой, у меня тут грязь, у нас ветер был. В общем, не обращайте внимания. Итак, ну, в этом году в принципе я планирую горшочки прикупить, потому что, как видите, у меня несколько горшков есть уже готовых, таких, как я хочу. И основная масса у меня вот таких вот в пластиковых горшках, в которых в принципе вот эти вот растения и продаются. И что-то нужно будет такое скомбинировать, потому что я хочу, чтобы остались вот такие вот глиняные. Мы в том году стали подкупать. Вот я для магнолии купила, вот эти вот тоже купила. И нужно будет, чтобы оно все красиво сочеталось, хотя бы там два, максимально два-три цвета, чтобы было. Итак, ну цветы. В общем, меня опять радует вот эта хризантема. Она третий год у меня, как я ее и обрезала. И в прошлом году, вернее, в позапрошлом и в прошлом году. И вот она у меня опять уже дала зеленые листочки. У меня много цветов пропало в этом году, потому что были заморские, и я болела, я их не занесла. Но колонхоя, этому колонхоя тоже уже третий год. И видите, он выпустил уже бутончики. А вот эта часть его погибла. Также не в очень хорошем состоянии у меня вот этот вот цикламен. Те два цикламена, наверное, вообще имхана. Вот это вот, что я покупала в прошлом году, хризантема зачахла. Колонхоя, тоже, который куплен был в прошлой осенью, зачах. Вот это вот растение, вереск, все нормально. В общем, он отойдет, я его подстригую, и будет хорошо. Вот в таком ужасном состоянии у меня вот эти два цикламена, которые вот этот вот я берегла, он такой красивый, но, 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 но. Розочки тоже, я их обрезала, видите, дают новые листики, это вообще умничка. Эту, кстати, больше обрезала, и она больше на ней листиков. Вот эту меньше обрезала, вот здесь вот даже один бутончик не состригла, и она у меня еще не облестилась, если можно так сказать. Ну, сегодня были в магазине, и, в принципе, супруг настаивал купить или апельсиновое дерево, или лимонное дерево, но, я, честно скажу, пожалела 60 евро, потому что, если оно пропадет, у меня было уже лимонное дерево, сейчас я сяду, установлю камеру, а то вы видите мою террасу, а меня не видите. Вот такая, без очков, сейчас я, наверное, очки одену, потому что, хоть и в теньке сижу, но солнце в глаза, и прям щурится, я даже ничего не вижу. И по поводу лимонного дерева, дело в том, что мотоциклет какой-то, так намного лучше, так я даже себя вижу. По поводу лимонного дерева, у меня было лимонное дерево в течение четырех лет. Оно такие, где-то, если найду фотографии, я, конечно, не в этом видео, потому что фотографии на жестком диске, и нужно поискать. Шикарные были лимоны, когда это дерево цвело, это был такой аромат, что просто передать невозможно. Это весь дом стоял в аромате цветущего лимона. У кого есть лимоны, вы понимаете, о чем я говорю. Это просто, ну это, это неописуемый красивый аромат. И по истечении, каждый год у меня получалось где-то пять-шесть, а деревца было небольшое, мы его вообще купили очень таким манюсеньким. И каждый год оно мне давало пять-шесть лимончиков. И последний год, это было буквально перед переездом или во время моей беременности, точно не помню, но дело в том, что на него напала какая-то гадость. какие-то жучки. И оно у меня просто-напросто в течение недели пропало. И сегодня вот мы были в супермаркете, там сейчас у нас очень много для сада, для огорода, там, ну, чего только не продают. И такое красивое, средней величины, не очень большое, очень большое было, кажется, 159 евро, а это маленькая, 35, по-моему, было маленькое, совсем крошечное, мандаринчики, были мандаринчики, апельсиновое дерево и лимонное. И лимонные были вот от 35 до 159. Вот мы как бы, ну, на среднем, он говорит, давай возьмем, давай возьмем. Ну, я честно скажу, что думаю, я возьму, а потом это все пропадет. Ну, в общем, не знаю, мне кажется, что 60 евро я могу пристроить на другие цветы, такие как бегонии, такие как петунии, и они будут все лето мне, как в прошлом году, на террасе создавать вечером такой шикарный аромат. Так что, девчонки, если буду покупать, мне, во-первых, нужно будет сейчас все вот эти горшки, я хочу высеять петрушку, хочу высеять укроп, потому что у нас, ну, смотрите, я в майке, майка, он с голым плечом, для приличия, ее натянула, а так, майка, скажешь, с голым плечом, футболка, и маленькие шортики на мне. У нас очень тепло, 20-22 градуса, вечером, конечно, попрохладнее, и вчера было очень холодно, потому что был ветер, я готовила на террасе, и думали, что будем ужинать на террасе, но нет, зашли, потому что Миленка прям даже капюшон сама, вот она насколько не любит одевать, а тут она сама даже капюшон на себя напялила. Так что днем погода классная, и я думаю, что посею я эти, петрушечку, укроп, базилик, ну, в общем, травки вот эти вот наши вкусные, которые в салатике, и во все остальное мы используем. Это, что касательно цветов, больше цветов, как, ну, мне понравилось, бегонии, питонии, конечно, вот это с цикламеном у меня засада, потому что померз, не знаю, буду брать, не буду брать, может быть, сейчас у нас примавера продается очень много, вот эти анютины глазки, но они красиво смотрятся, когда не на террасе, по-моему, ну, соседи у меня, конечно, сделали в горшках, но не нравится мне, в общем, я предпочитаю то, как у меня было в том году, потому что на все лето, до самой поздней осени, когда я в мае, наверное, купила, да, конец апреля, май, я не помню, надо будет пересмотреть старое видео, я как раз садила по пять цветочков в один вот этот длинный горшок, и все лето стоял аромат, они у меня цвели, 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 не прекращаясь, закончили цвести, когда они, в ноябре где-то, так что, девчоночки, останусь верной своим цветочкам, которые у меня были в прошлом году, по поводу каникул, тоже очень многие у вас, из вас спрашивали, что Лиля, ты там совсем тютю, наверное, какие каникулы, каникулы нету, нет, у нас каникулы были до 2 января, и вот со 2 января, и вот в феврале были, дело в том, что они здесь учатся 5 или 7 недель, кажется, 7 недель, и потом 2 недели отдыхают, и сейчас у нас, вот они опять пошли в школы, в лице и в колледжи, и потом, по-моему, 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 с 1 апреля тоже каникулы, ой, не буду, ну не помню, я не буду говорить, так, ну, наверное, где-то с 1 апреля или с конца марта будут следующие каникулы, первые весенние, но дело в том, что мы же учимся здесь июнь месяц, поэтому немножко время каникул не совпадает с тем, с которым вы привыкли, затем, ой, какие еще у меня были вопросы, видите, а, по поводу, тоже женщина одна прокомментировала, мы там, ну, с одной девушкой или женщиной переписывались по поводу дипломов, и женщина тоже прокомментировала, что зачем же вы ли, типа, советуете скрыть дипломы о более высшем образовании, чем, ну, как бы, потому что, ну, что дипломы наши, постсоветские, советские, пусть они даже академию-то закончил, они здесь, ну, не то, что не котируются, даже переведенные, даже заверенные, здесь немножко все по-другому устроено, дело в том, что если ты идешь работать уборщиком, вот, в Украине, я буду говорить, и у тебя будет высший диплом, и придет женщина, которая, у которой среднее образование, возьмут то, что с высшим дипломом, вот у меня даже уборщица с высшим образованием во Франции, все наоборот, если ты приносишь два-три диплома о более высшем образовании, то тебя на работу, ну, как если ты хочешь работать, ну, к примеру, скажем так, продавцом давайте, продавцом, или же просто там парикмахером, или там маникюрщиком, ну, такая вот работа, для которой там не нужно высшее образование, и ты приходишь, и у тебя есть диплом, там, бак плюс 3, плюс 4, плюс 5, то возьмут бак, это уже более высшее образование, здесь тоже немножко все по-другому идет, чем просто ты закончил среднюю школу, ну, чтобы было понятно, я объясняю, потому что если у тебя более высокое образование, они не имеют права тебе платить меньше, и поэтому им более выгодно взять кого-то без образования и платить по закону все как положено, и по этому поводу остаются люди с хорошими дипломами, дольше ищут работу, то, чем люди таких, почему же я и говорила, что если бы я, у меня был диплом маляра, как вот многие там Лиля Малярша, Лиля Штукатуша, я не стесняюсь такой работы абсолютно, даже если придется когда-то, не дай бог, конечно, но если придется работать уборщицей, мне не будет от этого стыдно, потому что работать никогда не стыдно, это не воровать, это не обманывать, это не совершать какие-то ну, плохие дела, работа, есть работа, ты работаешь, ты получаешь за это деньги, любой труд для меня вызывает уважение, поэтому был бы у меня диплом маляра обычного, и мне кажется, я бы намного быстрее нашла работу, это относительно работы первое, второе, у меня первое занятие будет 8 марта, только, представляете, 31 января я как поступила, нет, записалась, зарегистрировалась, все у меня, все документы приняли, зарегистрировали, 31 января, и только первое, вот это вот, мое занятие будет, и то, это будет не занятие, это будет собеседование, чтобы понять, насколько я компетентна, и в какой сфере, например, я могу работать, это будет только первое рандеву, так что можете представить, что если какие-то курсы, или что-то мне будут предложены, это будет, наверное, не раньше июня, короче говоря, если ты сам себе работу не найдешь, то у центра занятости французский просто-напросто, ну на него рассчитывать не нужно, как бы я, я хотела для себя попробовать и этот путь, но, как я вижу, он абсолютно не дает никаких результатов, единственным плюсом будет то, что если я, возможно, получу какие-то профессиональные курсы, чтобы получить сертификаты, диплом, именно французского образца, а не переведенные мои русские, потому что я училась и в России, и в Украине, как бы те мои дипломы, они здесь, ну не то, что не котируются, они здесь ничто, честно говоря, ничто, и мне бы хотелось получить именно, пусть даже не диплом, хотя бы сертификат о том, что я прошла какие-то профессиональные курсы, и чтобы этот сертификат или диплом, в лучшем случае, конечно же, были французского образца, как будет, как получится, у меня скрывать ничего не буду, все расскажу в следующих видео, так, ну, наверное, все, что я хотела сказать, буду я сейчас снимать белье, и, 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 еще буду заниматься домашними делами, и затем пойду на свои любимые, обожаемые психологические курсы, да, девочки, видео буду делать, и следующая тема, это будет, как строить отношения, и в начале, и как их поддерживать, и следующая тема, я уже как, просто, ну, немножко анонсирую, забегаю вперед, потому что, делаю наброски, это первые видео, которые я делаю по, вот, знаете, многие блогеры говорят, я там пишу сценарий, я все рассказываю, как там, сначала об одном, сначала о другом, потом о третьем, у меня же все, бла-бла-бла-бла-бла, как понеслась, так я и говорю, и вот это вот первое видео, которое я буду делать по тетрадке, по конспекту, по шаблону, наверное, да, по шаблону, потому что, действительно, тема интересная, тема важная, и если я буду перескакивать, как бы, с одного на другое, то вы ничего не поймете, информация будет не полезной, а просто, ну, как бы, это будет информативная, видео, но не такого формата, который бы я хотела дать, так, ребята, все, давайте, буду заниматься я домашними делами, и далее побегу на свои курсы, так, аромат сегодняшнего дня, это манифесто от Yves Saint Laurent, это классическая версия парфюма, это у меня не эликсир, и отношения у меня с этим ароматом достаточно интересные, я его, или же, люблю, люблю, люблю так, что наношу ежедневно, или же я его терпеть не могу, и не трогаю буквально, ну, наверное, в течение года, и сегодня, сегодня совершенно, в общем, выбирала, я выбрала совершенно другой аромат, это, думала нанести Гуччи, вот этот вот, премьер, и почему-то, потом у меня как-то рука, потянулась к манифесту, я открыла флакончик, вдохнула аромат, и поняла, что сегодня, это манифесто, и вот, в течение дня, он на мне, и, как бы, сразу, он достаточно такой, яркий, такой, насыщенный, и в течение дня, аромат становится таким, легким, сладковатым, нежным, ну, на сегодняшний день, я им довольна, и он мне нравится, как будет завтра, не знаю, возможно, завтра я его даже, ну, и нюхать не захочу, сегодня на ужин, у меня салат, который не готовила, уже сто лет, это салат, из крабовых палочек, огурцов, кукурузы, и яиц, заправлять буду, самым обычным, легким майонезом, не тем соусом, который я делаю, а именно, вот такой вот майонез, буду использовать, прям, захотелось, именно салата, наверное, да на сколько лет, наверное, пять, точно не делала, вообще ни разу, и поджарю на гриле, сделала, вот такие вот, шашлычки, да, ну, мясо, это у меня курица, маринованная, в чабреце, тен, он здесь называется, и в соусе, якитория, и, также купили мы, колбаски, да, испанские колбаски, у нас там, то ли неделя испанской продукции, ну, в общем, что-то было такое, в супермаркете, вот эта вот колбаска, чориза, которую я показывала, там мы привозили из Испании, она была уже готовая, к употреблению, а вот эту вот, я буду жарить на гриле, ну, и вот эти вот, тоже испанские, каталанские написано, да, да, каталан, вот, написано на этом самом, и буду сейчас готовить, ну, а с вами я на сегодня уже буду прощаться, всем большое спасибо, что вы провели этот день со мной, если собираетесь тоже ужинать, то приятного аппетита, и до встречи на моем канале, в моем новом видео, пока-пока. Продолжение следует...